Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Ну вот самые последние новости по делу Михаила Ефремова. Сегодня адвокат Ефремова, Эльман Пашаев, заявил о том, что Ефремов отказывается признавать себя виновным в совершении ДТП. Буквально он сказал следующее. Сегодня Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП, а дальше, посмотрите, выступление, наверное, лучше уж самого адвоката, чем я буду передавать его слова, потом обсудим. Пожалуйста, смотрите. Сегодня Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП. Более подробно ничего пояснить не буду, это преждевременно. То есть данное преступление он не совершил. Михаил Олегович, когда ранее сказал, что я хочу возместить, не возместит, а готов платить, потому что в ДТП участвовала его машина. Вот такое заявление адвоката. Значит, какой вывод мы делаем из этого? Михаил Ефремов заявил о своей невиновности в совершении этого дорожно-транспортного происшествия. Значит, более того, адвокат говорит о том, что когда Михаил Олегович говорил о том, что готов платить, он это говорил, потому что в ДТП участвовал не он, а его автотранспортное средство, его машина. Больше ничего адвокат не сказал, отказался комментировать, потому что это преждевременно. Я думаю, сейчас он, адвокат, эту информацию будет до суда, будет суд ждать, и на суде это все озвучит. Тем более адвокат заявил о том, что на суде будет некая сенсация, он это сказал в интервью, от которой он сказал, что вы, кстати, обалдеете все, какая-то будет сенсация. Ну вот, мне интересно ваше мнение, что вы думаете по этому поводу. Пишите ваши комментарии. Ребята, с вами был Будда Гришна. Это очень неожиданно, очень неожиданно. Ну, я думаю, что это очень неожиданно сейчас будет и для семьи погибшего Сергея Захарова, который потерпевшими все пребывает и пребывает, множится и множится, потому что, ну, такое заявление говорит о том, что кто-то может вообще ничего не получить. Понимаете, да? В случае, так скажем, если это действительно Альман Пашаев, удастся доказать невиновность Ефремова. Подписывайтесь на канал, кому нравится, ребята. Всем пока, до встречи.